всем привет снова здравствуйте вот что-то не спится решил записать видео как сделать немецкий шлем может кому пригодится да и так время скоротать так ну давайте сначала на этот шлем посмотрим откроем текстуры так вот я тут уже подгрузил вот так он у нас выглядит давайте еще один ракурс закинем что-то в таком духе я тут скачал сразу скажу что делаю в первый раз опять же никогда его не делал так что давайте начнем экспериментировать так посмотрим на шлем лепить его не получится однозначно нужно что-то применить типом моделирования но за моделир я моделировать его не хочу потому что это моделир дюжит не уважаю мне он не нравится так ну давайте возьмем сфера точно давайте возьмем сферу так вытянем ее посмотрим давайте по оси по какой она стоит проверим симметрию так мы что жать не будем единственно обыграть можно как вот шлемы делают это уменьшить сетку сетку уменьшаем наверно вы не целась так вот так включим поле и вот так вот так маловато будет или нет ну давайте посмотрим если что потом переделаем так бог у нас вот этот значит лицевую часть мы однозначно уже откидываем с ней мы работать не будем давайте развернем вот так вот нашу сферу теперь нажмем теперь нажмем make polymesh и Z увеличим нашу вот эту модель вот так вот поставим и уменьшим ей прозрачность оставим только контуры так жмем Z убираем и вот эту сферу давайте как-нибудь правильно выставим и немножко даже можно и уменьшить вот так вот жмем shift левая кнопка мыши выравниваем ее и будем давайте работать мофт apology как мы обувь делали ну принцип возьмем тот же так ну погнали так стоп включим симметрию и посмотрим как она тянет в принципе тянет нормально вернемся назад на шаг ctrl z и поставим draft size еще побольше и вот где-то начнем так вот его немножко преображать вот так вот где-то тут чуть-чуть тоже прибавим может неправильно может надо было сферу поставить посередине ну сейчас прикинем эксперимент так эксперимент так и назовем наверное видео эксперимент над шлемом так все это мы вытягиваем дров сайз уменьшаем здесь чуть-чуть подтянем и вот так вот вытянем вот эту вот часть еще дров сайз уменьшаем вот таким образом искажаем сетку так ну в принципе вот что-то у нас получилось так что у нас тут по контурам вот что-то такое должно наверное получиться было развернем теперь вперед а тут у нас ужасно да ну ничего сейчас мы это дело постараемся чуть-чуть подправить вот так все это дело мы тут делаем вот таким образом уменьшаем дров сайз и давайте вот эту вот часть вот так вот еще вытянем в принципе печально но не катастрофично вернем рисунок назад и давайте посмотрим насколько мы от него отошли так здесь вот в принципе нормальная нос в принципе нормально на его чуть-чуть потолще сделать и вот эту часть приподнять так ну что то такое давайте включим теперь еще один ракурс вот так его поставим так и нажмем z alt перетаскиваем так и что то еще повторим вот в таком духе так вот эту заднюю часть я не знаю стоит ли ее так вытаскивать или нет ну сейчас будем опять же экспериментировать так вот так что то у нас получается отключим рисунок так и здесь уже поработаем вот таким образом здесь зад чуть подберем чуть можно припустить отключим флор давайте чтоб не мешал и вот здесь вот чуть-чуть вот так вот поработаем тоже над сеткой здесь чуть-чуть вот так прибавим вот так вот здесь тоже можно растянуть в принципе контуры вырисовываются вот так вот козырек чуть-чуть можно вот так еще тут и поднять здесь чуть-чуть вот так вот увести теперь выровним слишком на сетку давайте смотреть не будем она должна в принципе поправиться когда мы потом сделаем кое-какие варианты и вот так вот ее поднимем вот эту часть можно чуть-чуть сделать потолще чтобы когда мы потом будем с ней работать она не превратилась вообще в тонкую вот эту часть еще чуть вытянем а эту чуть потесем сделаем вот такой вот козырек ну и в принципе можно чуть-чуть поработать вот с этой частью чуть-чуть растянем и давайте картинку посмотрим так здесь она чуть-чуть уходит поменьше вот эту часть нужно здесь сделать чуть побольше вот где-то вот так вот вот эту часть чуть-чуть увести и вот эту часть чуть-чуть поддавить к низу сетку вот эту можно припустить вниз вот так ну в принципе шлем вырисовался так вот теперь нужно поработать вот с этой частью и посмотрим что она нам выкинет какой фортель кстати это очень интересно первый раз делать какую-то вещь не знаю получится она у тебя или нет так вот насколько мы ушли от истинного от истинной нашей модели ну это мы подправим вот так вот и вот вот это нам тут важен именно козырек и как он себя поведет так мы его желательно его сделать как-нибудь потолще вот таким вариантом и вот здесь вот вот эту часть чуть-чуть припустить а вот эту часть растянуть вот так вот так давайте картинку выключим выравним и добавим control d ну в принципе неплохо получается так ну по прошлом видео вы знаете что нижняя часть нам в принципе не нужна нам нужны вот эти четкие контуры так что еще можно сделать давайте вернемся control z и все таки еще немножко поработаем вот с этими полигонами более-менее их подкорректируем вот вот эту часть вы видите что можно прямо опустить потому что у нас здесь будет как изгиб и пусть он будет более менее четкий и вот эту вот надо вот сюда вот так вот подвести потому что здесь более-менее округлая и вот так вот здесь вот как-то это все дело более менее распределить так здесь у нас будет ухо ухо наверно мы чуть чуть больше оттянем вот так вот потом что-то с ним можно будет сделать путь не наверное так ну сзади вроде контуры вырезаю рисунок хороший так что у нас козырьком тут самое важное так это так козырек и желательно его сделать еще потолще вот так мы сделаем то что ломка где-то идет вы на это не обращайте внимание все это дело мы подправим тут главное толщина вот этого козырька вот желательно даже чуть-чуть можно прибавить вот так вот и здесь чуть-чуть вот так вот подтянуть и вот эти части можно чуть-чуть даже вот так вот растянуть здесь вот край идет шлема чуть поменьше вот эту часть можно вот так вот даже вытянуть вот вот таким образом так ну что посмотрим что вышло ctrl d ctrl d отключаем поле f и теперь попробуем давайте вот так вот уже им поработать здесь вот ухо у немецкого шлема здесь у него ровно так опять же на внутреннюю часть не смотрим работаем с козырьком выровним и давайте вернемся к картинке а на картинке у нас уже вот вы видите сильно взяли не все при не сильно взяли сильно взял вот так вот скорее всего и правильно говорить будет ну такое чувство как будто вместе делаем так печально выглядит тут это вот грань и вот так мы ухо это подкорректируем так теперь включим другой ракурс уменьшим эту картинку уберем в бок переключимся на эту нажмем и увеличим так картинку поставим по центру отключим и давайте это все дело теперь вот так вот выставим вот таким образом и заднюю часть я так понял что нужно ее приподнять вот этим сейчас и займемся отключим картинку выровним и вот эту часть отсюда уже приподнимем вот так и выделим вот эти уши чуть-чуть здесь подтянем подкорректируем а вот здесь вот уже уменьшим дров сайс и и вот так вот сделаем переход тут на эту часть вот где идет вот это у нас сгиб так ctrl z чуть чуть побольше поставим ну в принципе вот что-то в виде шлема у нас получилось и прям даже да и неплохое так вот теперь нам нужно поработать посмотрим давайте как он ведется после дайна мэш и переход нормальный получился вот тут тут нормально здесь над ухом чуть уберем и вот здесь вот увидите что чуть-чуть надо прибавить как он капитулируем мать их его так делаем дубликат а мало ли чем а вдруг как бы и вот теперь это дело давайте нажмем в геометрии дайна мэш даже нет дай нет дайна мэш нам надо по-любому будет сделать и посмотрим прибавляем d и вы видите что опять надо к нам это дело корректировать ну немного кстати только вот именно лицевую часть и поэтому нужно переключиться опять запомним что дайна мэш лучше сразу делать до корректировки вот именно вот этого козырька так поставим побольше отключим и опять его прибавим вот вы видите что мы тут чуть-чуть поболя взялась и здесь вот поменьше надо взять вот так вот где-то это все вычтется надеюсь строго не судите я его первый раз делаю так ну вот что то такое поставим дров сайс побольше я думаю здесь чуть-чуть даже увести надо вот эту часть чуть-чуть приподнять так и вот здесь можно еще немножко подтянуть и козырек чуть-чуть вот здесь вот вроде как сделать поровнее так и его чуть-чуть вот так вот приподнять выровнять так ну все в принципе добавляем дивайдов и теперь ну ничего так получился и теперь делаем дубликаты уже этого шлема ставим на вычитание делаем мерчдаун и теперь попробуем так так Ctrl-Z. Пардонте. Делаем дубликат, опять же. И теперь выравниваем, ставим прозрачность, ставим мов. И вот эту каску, ну где-то вот так вот опустим. Так. Немножко её давайте уменьшим в размере. Так, и вот этот край. Переключимся, опять же, на кисть мофт Apology. И давайте попробуем вот это всё дело. Вот тут вот так вот подкорректировать. Иначе она очень ужасно вычтится. В прошлый раз мы, когда римский шлем делали, много слишком остатков было. Так, что у нас тут с ухом? Вся беда, это вот будет вот это ухо. Надо, чтобы она хорошо вычтелась. Так, вот раз. А вот здесь чуть-чуть даже можно вот так её подвести. И вот этих артефактов не должно быть. Мы их должны вытянуть. Так, и немножко уведём вглубь, чтобы был вот этот изгиб. Так, что ещё тут не так? Так, смотрим со всех сторон. Примечаем, выравниваем и посмотрим, что давайте вычтем. Так, вот здесь что-то мне вот эта часть и вот эта уже не нравится. Чуть-чуть её надо подправить. И чуть-чуть вниз. Вот здесь вот, если что, пусть побольше будет, потом можно будет вычесть. Это не беда. Главное, вот этот вот контур выдержать. Так, всё, теперь переключаемся на вычитание. Жмём на первую модель. Включаем вторую. Отключаем прозрачность. Делаем Merge Down. И делаем вычитание. Ctrl D. Ну, вот единственное минус, что, ну, не так это чисто вычлелось. Ну, это, в принципе, можно всё это дело подгладить. Где-то это всё дело... Вот так вот подрезочку кинуть. Ну, допустим, вот эту взять. И где-то... Вот таким образом всё это дело можно устранить. И заодно задник можно подровнять. Чуть-чуть побольше сплюснуть. Вот так вот. Если перед только не зацепит, сейчас посмотрим. Ну, в принципе, вот эту часть можно скрыть, удалить. Жмём модифитополощь и делхиден. Вот уже нормально. И так же можно... Давайте здесь повторим. Главное подгадать вот этот вот разрез. Вот так вот. И если где-то что-то, то можно уже пройти вот эту тримку. Вот так вот вытягиваем. Подставляем. И с помощью Alt вот так вот уменьшить. Всё, отключаем. Так, стоп. Теперь найдём, давайте, вот эти вот заклёпки все. И посмотрим, какие можно вставить. Жмём M. Уменьшаем Drawf Size. И вот так вот клёпочку можно это дело вот сюда подставить. Так, теперь давайте найдём другую, вот такую вот. Так, а где же её искать, если она есть? Ну, в принципе, можно вот эту использовать. Вот так вот. Чуть-чуть большеватая, но сейчас мы её посадим глубже. Вот такой шлем у нас получился. Снимаем выделение. Так, всё это хорошо получилось. Жмём теперь C и вот так вот. Так, печально. Текстура вот так у нас пойдёт. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вот так нажмём. И давайте текстуру теперь подберём. Вот отсюда возьмём. Отключим X. И поставим чуть-чуть его больше. Тогда он должен будет перекрыть уже эту. Так, и немножко его вот так вот всё-таки вниз поставим. Так, можно ещё чуть-чуть побольше. Вот так вот. И попробуем перекрасить. Так, вот так вот. Вот такой немецкий шлем получился. Здесь можно ещё лямку добавить, как у них есть. Подшлемник можно потом сделать. И вот эти вот знаки войск можно уже нанести, где-то скачать, такие подчётчиво. И сюда уже потом подогнать, подставить. Всё, всем пока, до свидания.